приветствую друзья это джексон и сегодня я расскажу вам о том как играть за сборщика крови в death garden blood harvest каковы его цели и что он может сделать на поле боя чтобы продлить себе жизнь поехали на данный момент мы имеем пять сборщиков которых зовут дым запаска костоправ призрак и тату у каждого персонажа своя краткая история попадания в сады смерти и ванклав но об этом как-нибудь другой раз на старте нам доступен только дым остальные сборщики могут быть приобретены за небольшую плату не волнуйтесь имеется ввиду игровая валюта давайте начнем с нашей комнаты подготовки и осмотримся что мы имеем стойка смены персонажа позволит нам сменить персонажа логично правда здесь можно выбрать любого из доступных сборщиков или перейти на игру за охотника далее торговец оружием или правильнее торговец улучшениями здесь можно приобрести и улучшить способности и навыки персонажа разумеется не бесплатно местная валюта представлена тремя ресурсами серыми красными и золотыми монетами за серую валюту мы можем покупать персонажей сборщиков и охотников за красную валюту мы можем улучшать навыки персонажа и за золотую валюту мы можем улучшать способности наруча набор способностей и навыков у каждого персонажа индивидуален для того чтобы открыть и прокачать уровень навыка необходимо выполнить определенные условия своего рода мини задание которое указано внизу описание способности. Ну и собственно стойка поиска матча. Здесь я думаю все и так понятно и объяснять не нужно. Я думаю это еще не все, что будет в нашей подготовительной комнате и разработчики по мере развития игры будут добавлять какие-то новые элементы, возможно каких-то новых торговцев, но пока это все, что мы имеем. Окно снаряжения. Здесь мы можем посмотреть все наши навыки и способности и выбрать необходимые для использования. Здесь мы видим способность наруча, это основная спецспособность нашего персонажа. Навыки, это пассивные скиллы, которые дают персонажу определенные бонусы в игре. Плюс здесь указаны уникальные бонусы каждого персонажа. Одновременно может быть выбрана только одна способность наруча и два навыка персонажа. Поэтому выбирайте с умом, чтобы навыки были максимально полезны вам, учитывая ваш стиль игры. Также в этом окне можно изменить внешний вид персонажа. Сейчас скины отсутствуют, но они 100% появятся в будущем, будьте в этом уверены. Навыки наруча. У каждого сборщика есть два навыка наруча на выбор. Один навык открыт изначально, это базовый навык персонажа. Если кто не знает, то у дыма это дымовая завеса. Запаска может выпускать клона, который отвлекает охотника в нужный момент. Кастоправ может лечить, причем как себя, так и членов команды. Тату может использовать щит, точно так же, либо на себя, либо на других сборщиков. И призрак на некоторое время может становиться невидимым и делать невидимым всех, кто попадет в область применения его способности. Вторую способность можно открыть за золотую валюту, и это один из скиллов других персонажей. Например, у дыма это лечение, а у призрака это клон. Почему они распределены именно так, пока неизвестно. Возможно, это говорит нам о том, что в дальнейшем можно будет купить любой скилл любого персонажа. Окей, с комнатой отдыха мы разобрались. Перейдем к полю боя, а конкретно в наш сад смерти. Изберите кровь. Как только вы окажетесь в зеленом круге вокруг обелиска. Однако, безопасно слить кровь не так-то просто. Во-первых, кровь сливается весьма долго. На сдачу 10 единиц крови уходит примерно 15 секунд. А стоять на месте 15 секунд чревато неблагоприятными последствиями. Во-вторых, сдача крови выдает охотнику наше местоположение. Так как обелиск начинает издавать характерный звук, и в небе появляется красная аура от каждой сданной единицы крови, которую видно через полкарты. В-третьих, охотники часто активируют дроны около обелисков, которые сканируют местность и выдают ваше местоположение. И охотник видит ваш силуэт через всю карту. Да, дрона можно сбить, но через небольшой промежуток времени он снова заработает и обязательно вас засветит. И в-четвертых, места рядом с обелисками идеальны для ловушек охотников, для тура или инквизитора, или мин браконьера. Как только сборщики соберут в сумме 125 единиц крови, открываются два выхода из сада, через которые необходимо сбежать. Выходы также открываются по истечении таймера 8 минут. Метки. Метки играют очень важную роль для всей команды. Дело в том, что ваша видимость ограничена, и вы не видите на арене ничего, кроме того, что попадает в поле вашего зрения. Поэтому искать ящики, источники крови и обелиски придется почти вслепую. Но, если предмет помечен, он становится видимым для всей вашей команды на какое-то время. Вы можете отмечать все. Ящики с припасами, источники крови, чтобы команда видела, где можно собрать ее. Обелиски, чтобы видеть, куда ее нести и сдать максимально быстро. Это все сэкономит немало времени вам и вашей команде и поможет лучше ориентироваться на арене. Также метки можно ставить и на самого охотника. Эта метка не сделает его видимым, как это происходит с предметами, но даст краткий сигнал о том, где находится охотник в данный момент. Даже такого сигнала часто достаточно, чтобы члены вашей команды могли оценить ситуацию и принять необходимые решения. Метки ставятся стандартным снарядом наручек. Ящики В Саду Смерти разбросано 4 вида ящиков, которыми могут воспользоваться как сборщики, так и охотник. Желтые ящики содержат в себе стандартные снаряды для наручек, которыми ставятся метки и сбиваются дроны и турели. Синие ящики — это энергоядра — снаряды для применения наших способностей. При помощи красных ящиков можно пополнить здоровье или вылечить тяжелое ранение. Золотой ящик уникальный. Появляется он в случайном месте в саду и дает хороший бонус, собравший его стороне. В частности, сборщикам он дает неограниченный боезапас на небольшой промежуток времени. Запомните, охотник может взламывать ящики. Если видите ящик с красной аурой, не трогайте его. Если открыть такой ящик, ваше местоположение тут же станет известным охотник. Дополнительные девайсы охотников. Охотники, кроме огнестрельного вооружения, имеют еще кое-что в своем арсенале. Дроны-разведчики. Разбросаны по всему саду и ждут, пока охотники их активируют. После активации дрон взлетает и сканирует определенную область и подсвечивает любого, кто окажется в этой области. Дроны можно сбивать. Сбитый дрон ненадолго перестает функционировать, что дает время для маневра, но вскоре он включится снова. Турели. Дополнительное оружие инквизитора, которое он может установить в любом месте на карте. Турель не только будет стрелять в вас, если заметит, но и раскроет охотнику ваше местоположение. Причем видит она вас даже через кусты, частично разрушенные стены, так что от нее просто так не спрячешься. Турель более живуча, чем дрон, но ее также можно сбить, после чего она исчезает. Мины. Дополнительное оружие браконьера. Неконтактные мины, которые взрываются, когда сборщик оказывается рядом, наносят большой урон, особенно если оказаться слишком близко к ней. Особенность мины в том, что она может выбросить вас с арены, что автоматически засчитывается как смерть. Мины можно обнаружить по характерному звуку и еле заметному полю вокруг нее, обозначающему область детонации. Правда мины заметны только с очень близкого расстояния, что делает их весьма грозным оружием. Тяжелое ранение. Если вы получили тяжелое ранение, то наверняка вам уже конец, и охотник вас казнит. Но, если вам повезет, то охотник может просто не увидеть, куда упала ваша раненая пушка. Или рядом окажется сердобольный тиммейт, который кинет вас чем-нибудь полезным. Вроде дымовой завесы или невидимости. Тогда у вас появится шанс. Все, что нужно сделать, это спрятаться, чтобы охотник вас не нашел. В данном случае, кусты лучший вариант. После того, как охотник бросил вас искать и ушел, ждите помощи от тиммейтов, которые могут вас поднять. Либо ползите к ближайшему красному сундуку. Он вас поднимет на ноги. Выход открыт. Что делать? Бежать. Бежать сломя голову к ближайшему выходу, потому как после открытия выходов, сканеры накрывают всю арену целиком. И прятаться просто бесполезно. В это время, охотник на арене видит всех и вся. Все, что вам нужно, это просто добежать до открывшегося выхода, и вы автоматически спасены. Подведем итог. Как достичь успеха, играя за сборщика? Первое. Собирайте кровь. Это основная задача, за которую мы получаем опыт и ресурсы. Второе. Не попадайтесь охотнику. Встреча с охотником, скорее всего, закончится для вас смертью. Редко, когда удается выжить после получения тяжелого ранения. Третье. Используйте окружение. Окружение в саду очень разнообразно. Камни, кусты, деревья, разрушенные постройки, резкие обрывы и еще много-много всего. Прячьтесь, когда это возможно. Четвертое. Ставьте метки, чтобы облегчить навигацию по карте для всей вашей команды. И за это тоже дают опыт. Сбивайте дроны. Они обнаруживают вас и ваших тиммейтов для охотника, а это нам не нужно. И за это тоже мы получаем опыт. Помогайте друг другу. Да, по сути, на арене каждый сам за себя. Но в одиночку играть намного сложнее. Вовремя брошенная в коллегу дымовая завеса или невидимость, когда за ним годится охотник, может спасти ему жизнь. Седьмое. Не сидите на одном месте. Если попытаться крысить и спрятаться в кустах, через какое-то время над вами появится маленький дрон, который раскроет охотнику ваше местоположение и вы погибнете, так и не заработав опыта и ресурс. Вот и, наверное, все, что необходимо знать об игре за сборщика. Собирайте кровь, выживайте и будете вознаграждены. А главное, получайте от игры удовольствие. Ведь для чего еще играть? Удачи, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!